Валдикавказ 24 на 7 здравствуйте Пиццы, сосиски в тесте и коржики фавориты учеников К таким выводам пришли специалисты Валдикавказского комбината школьного питания Третьих продуктов чаще других приобретаются в школьных столовых О том, как проходит процесс приготовления, как соблюдаются нормы и о качестве продуктов Гаврил Томилан Фарниев с руководителем комбината школьного питания в ходе инспекционного визита на предприятие Одним из первых пунктов посещения стали плодовые овощные склады Картошка, лук, капуста и другие овощи, так необходимые для создания вкусных пирожков, хранятся согласно всем нормам САМПИНА Горячие цеха – гордость комбината школьного питания Все хранящиеся продукты подвергаются шоковой заморозке Что позволяет сохранить их без потери качества и вкусовых свойств На Валдикавказском комбинате школьного питания есть два горячих цеха – кулинарный и кондитерский В каждом из них также налажено современное оборудование Производство и хранение продукции соответствует нормам В администрации местного самоуправления Валдикавказа под председателем Эрбика Хасаева состоялось заседание антитеррористической комиссии Первый вопрос повестки дня об обеспечении безопасности граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников О проделанной работе отчитался представитель МЧС Олег Цгоев Многое сделано, но в предстоящих празднествах необходимо обеспечить выполнение пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий Определить места для проведения праздничных салютов и фейерверков, а также запретить применение пиротехнических изделий в закрытых помещениях Вопрос реализации пиротехнической продукции занял особое место в совещании Необходимо организовать рейды по торговым объектам с целью проверки мест реализации и хранения пиротехнической продукции и недопущения несанкционированной торговли ею Еще один вопрос повестки дня – это о мерах по обеспечению безопасности на автодороге Валдикавказ-Нижний Ларс в зимний период Под ведомственным управлением необходимо организовать работу по снабжению бутилированной водой и продуктами питания первой необходимости в местах стоянки автотранспорта Также должны быть обеспечены пункты обогрева и отдыха в местах скопления людей В эти дни свой 10-летний юбилей отмечает муниципальный образцовый детско-юношеский ансамбль администрации местного самоуправления города Валдикавказский Аланы В далеком 2009-м решение столичной администрации не было ошибочным Аланы собирали во Владикавказе международные фестивали Сами знакомились с культурой и традициями нашего народа, людей из разных континентов Ведь у танца нет языковых преград, танец и есть душа народа Вечер, конец рабочего дня Люди торопятся домой, утомленные буднем, учебой или работой Но только не они, их зовет муза Каждый день после учебы более 200 детей спешат сюда, чтобы наконец встретиться на паркете с ней С терпсихорой, музой, которая ведет их по жизни Как только мы приходим на репетицию, наш руководитель нам рассказывает Каждую секунду можно сказать о наших традициях, что самое главное для нас Во-вторых, я тут получаю второе воспитание, так же как и дома И этому я очень сильно благодарна Я бы хотела связать свою жизнь с танцами в дальнейшем Танцевать мне очень нравится Это очень легко, на мой счет И танец это, не знаю, душа народа Танец это моя жизнь, вот правда Я когда танцую, я живу Хоть это и банально сказано, но это так Здесь все работает У танцора брови, у танцовщих глаза, ресницы, губы, зубы, кист руки, руки, колено, пальцы, все-все работает Муниципальный образцовый детско-юношеский ансамбль администрации столицы республики Владикавказский Аланы во главе с народным артистом Российской Федерации Зелимханом Козаевым Вот уже 10 лет дарит детям возможность прочувствовать душу нашего народа Ведь недаром говорят, что она кроется именно в национальном танце Когда мне предложили администрации местного самоуправления города Владикавказ Создать детско-юношеский ансамбль танца Для меня это было неожиданно Когда меня позвали, то я изложил, для меня это, я еще раз говорю, неожиданно Изложил свое видение И они пошли мне навстречу Вот когда к нам приводят детей, да, мы всех берем Я назад никого не отправляю Абсолютно не отправляю никого Есть студия для начинающих, есть основной состав И поэтапно уже через год они уже заменяют Мы же их не держим После 11 класса вот мои дети сейчас вот в Горце танцуют, в Верестоне танцуют, в Алане танцуют За плечами у коллектива десятки фестивалей, гастрольных концертов и конкурсов И практически в каждом из них юные артисты добивались самых высоких результатов К каждому выезду готовятся индивидуально Ведь на детях большая ответственность представлять культуру целого народа Это ответственность и общаешься с другими ансамблями Кто-то может превзойти тебя на одном концерте Но потом, да Но с друзьями ты общаешься и с руководителями И смелость у тебя все больше бывает Я очень благодарен своим родителям, что они привели меня сюда Также я благодарен руководителю, что он со мной все эти пять лет занимается каждый день Для меня танец это очень важная вещь Когда я прихожу сюда, настроение поднимается Обрел много друзей Я бы пожелала своему коллективу никогда не стоять на одном месте Стремиться идти только вперед, не сдаваться Я живу, это моя жизнь, танец А еще у тебя ученики Это, я думаю, счастливую жизнь я прожил, не знаю Если бы мои юношеские годы вернуть, я бы опять выбрал эту дорогу, вот танец Десять лет, срок малый или нет Уже есть за плечами опыт, поставленный номера, хореографические композиции Которые стали визитной карточкой ансамбля Но впереди непокоренные вершины и новые горизонты Впереди новые танцы и новые страны Которым еще только предстоит познакомиться с культурой нашего народа Познакомиться и в очередной раз восхититься Давайте уберем весь город Все вместе Я за чистый Владикавказ Владикавказ 24 на 7, всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова